Добрый день! Добрый день! Добрый день компьютера! Ну да, кому надо, кому не важно! Сейчас говорят доброго времени суток! Отлично! О чем будем сегодня разговаривать? Девушки, мы тут как-то давно планировали, и обещали вам этот ремейк очередной. Ну и как добрые люди, мы сегодня хотим сделать совершенно сюрприз и устроить вам страшную жизнь! Ну не томи уже, давай, выкладывай все! Зачем? Я жду, когда ты скажешь, родная! Хорошо! Мы сегодня собрались вам устроить в жуткую совершенно жизнь, и поговорить все-таки о нашем любимом сериале Эль Куэрпо Дель Десео! И его там все-таки... И всяких разных его этих самых... Реинкарнациях! А, аруянда! Да, у нас что? У нас в чужой коже есть, да? Ну да! Новые шедевры, прости господи! Шедевры! Да! И у нас есть оригинал. В чужом теле называется, колумбийский оригинал 92-го года. Эль Куэрпо Ахен! Да! Эль Куэрпо Ахен! Так, ну я предлагаю что? Я предлагаю это удовольствие разделить на запчасти и поговорить сначала об оригинале, потому что, к сожалению, из нас тут его видел только один человек. Но зато все читали! Но зато все читали! Один человек нам сейчас все расскажет! Это кто? Ну что? Это ты! Кто видел, тот и расскажет! Я так не договаривался вообще, да! Нет, значит, я предлагаю что? Ну, начать надо с того, что шедевр этот написал наш любимый, на самом деле очень любимый сценарист, писатель, я бы сказала, что он писатель Кулио Кременец. Вот! Кулио! Вот! И мы знаем, что он автор самых знаменитых колумбийских новелл, сериалов. Это у нас и Раузан, и Вдова Бланко, и Тихие воды, а потом его, опять же, реинкарнации. Все реинкарнации! Да! Любимый мне, типа... Ну не все! Ну не все! Огонь в крови-то не надо... Не! Огонь в крови-то не надо... Огонь в крови-то не надо набирать! Огонь в крови-то не надо набирать! Понимаете? Девочки, смотрите, вот когда огонь в крови в Мексике пошел, бедный Хулио чуть не удавился от горя! Он сказал, что он свои сценарии больше в Мексику не отдаст ни при каких вообще делах! Даже если он помер из голоду будет! Тем не менее... Тем не менее... Эээ... Отдал! Но, правда, Тиэль... Это все-таки... Кто снимал? Это Тиэль Мэльда, Зайчик! Ну ничего там такого... А там от его, так сказать, сценарий ничего-то не осталось-то практически! Ну кроме того, что там из тела в тело люди прыгают! Вот! А с другой стороны, извините, а Тиэль Семенов с чего ожидал, когда он Мехея отдавал свой сценарий? Не знаю! Ну, может быть, он пьяный был? Может быть! Ладно, ладно, отвыкли! Вот, смотри! Я хочу сказать, что Хеменов, когда отдавал свою нефленку на телевизор, видимо, получил очень хорошую сумму денег! И, видимо, ему пообещали, что хорошие актеры и курочить сильно не будут! Но, когда он увидел то, что там получилось, он, в общем, конечно, слезами облился! Ну, ладненько! Не правильно! Да, да, да! Абсолютно верно! Потому что то, что там вышло, это... Ой! Ну ладно! Мы говорим не об этом! Да! Отпишись от темы! Ну, так вот! И Хулио Хименес в 1992 году, вот он написал этот сценарий и его сняли! И писал он его специально для Ампаро Грисалис! Он вообще ее очень любит, как актрису! Вот, он написал для нее этот сценарий! И он написал потом для нее еще одну вещь, которая на телевизор снималась, но она, опять же, успехом не пользовалась! И, кстати, в чужом теле вот это Энкуэр Буахэна тоже успеха большого не имело! А потому что оно было сыграно, скажем, не фонтаном! Ну, качественно! Ну, что сказать? Ну, я не знаю, как я вот по тем фрагментам, которые я видела, мне Ампаро очень понравилось! Она единственная, кто тянул этот сериал! Там не было такого звездного набора, как говорится, в реинкарнации сериал! А, ну да! Знаете, там кроме Ампаро Грисалис и тогда еще не совсем известного Данила Сантоса, который старался тут что-то делать! Остальные актеры, ребята, это просто полный ноль! Актер, гравший Андреса, ну... То ли он был постоянно пьяный, то ли он хотел слова, я не знаю! Ну, может, он с наушниками, знаешь, как в Мексике снимаются с суфлером? Да, скорее всего, потому что он... У него постоянно было несоответствие выражения лица момента! Хе-хе, отставал чуть-чуть! Яблаз, ты знаешь, совершенно кошмарное существо было сам Гедрофоса Донос! Ну, совершенно кошмарное! Он какой-то... Если бы Гарсия играл вот так-так... Хоть на... Проходя на старых вот... Ощущениях, ты... Если бы видела его в молодости, ты мог что-то представить, что он что-то сейчас играет! Это тоже там игры было... Ну, по сравнению с тем, что делают мексиканцы, Гарсия вообще во второй жизни просто гениально играл! Да! Это мы... Это мы просто избаловались, это мы смотрели, когда думали, о-а-а! А-а-а! Дотягивать! А на самом-то деле, если вот убрать всех остальных, да... Да, Гарсия очень даже ничего был! Вот, я не знаю, как вы, девочки, что вы можете по этому поводу сказать... Я считаю, что провалился первый вариант, вот этот Энквер Куахенн, и он не пользуется успехом настолько, что даже кусков его нигде не найти... Вот, смотрите, того же года вышла Дикая кошка! Ну? Битком забит интернет этим сериалом, где хочешь его найти! Хотя, сериальчик, конечно, между нами идёт... Дикая кошка, он не важно! Он верхом забит... Не, ну это да! И фрагментов тебе целиком, и его показывают до сих пор, кстати, недавно в Мексике опять показывали... Энквер Куахенн невозможно найти нигде! Если есть какие-то шансы, то это какая-то запись прямо телевизора, абсолютно несмотребельная! Ну, скажем так, что я его даже не нашла вообще ни в каком-то... Я нашёл, я талант, я нашёл несколько кусков! Они, наверное, перебрали с мистической атмосферой какой-то, вот с этим чёрным, тёмным, серым, вот как нагнетание этого будущего кошмара... Мне кажется, перебрали такое ощущение, что смотришь, я не знаю, трансляцию с похорон! Очень может быть, очень может быть, что они перебрали вот это дело! Колумбийцам, в принципе, дали прекрасные сюжеты, но то, что они из них сделали, это, в общем, редкостная мерзость, да? Ну, за исключением, пожалуй, Д.В. Бланка и Раузана! Да! Да, 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 я права! А теперь хотелось бы вот о чём поговорить, о сюжете. Вот сюжет в чужом теле, он, в общем-то, практически не отличается от второй жизни, но есть кое-какие различия. Елена? Девочки, девочки, извините, я хотела вас прервать ненадолго, мне просто тут пришла мысль, что вот такая мрачная атмосфера, да? А с другой стороны, ведь смотрите, Педро Хосе, он умер, умер и потом вернулся. То есть вы представляете, что у человека творилось в голове на протяжении вообще всего фильма? Ну да. То есть мне кажется, что вот это вот, это вот, это вот тёмное, это вот нагнетание всего, это было сделано специально, чтобы показать, как это всё видит Педро Хосе, который уже умер и который вернулся, и у которого такой взрыв на макаронной фабрике. Вы просто с ума сойти! И он просто не может видеть мир так, как видим его мы. Он его видит искажённо, он его видит гипертрофированно. И вот это, мне кажется, нам показались, нам попытались показать, но переборщили. Именно попытались. Ну ты знаешь что, вообще хорошая идея, может быть оно и так, потому что, ну, по-другому, а как это объяснишь? Вот. И теперь смотрите, смотрите, вот отличия в сюжете, да? Значит, что у нас в чужом теле есть? У нас та же самая история. Старик женится на молодой, она его, вот, и вот тут начинается, она его так и травит. Ну да. Ага. Она в сговоре со своим любовником Андресом Коронадо, он здесь не Корона, он Коронадо. Она его травит. Я знаю, здесь. Да. Все остальное как бы одно и то же. А, и, кстати, там, по-моему, нет одного из сыновей Домингисов, один только имеется. Нет, двое. Двое? Два из того, да. Вот. Дальше смотрите. Значит, старичок возвращается в своё тело, опять-таки, да? Старичок возвращается в тело крестьянина. Ага. Ага. Как там крестьянин? Значит, в желанном теле нам показывают совершеннейшего дебила, простейных людей. Ага. Какого? Что здесь? Здесь он, как бы, да, он компетит такой, компетит, но он такой... Мне вот просто было интересно, действительно, зачем этого крестьянина делать настолько уроду, чтобы была сильно заметна разница между ними? До и после чего они думали, что человек не справится с уродом? Нет, ну так, Оль, там, понимаешь, там чистая душа, то есть незамутненная вообще ничем. Вот разве что это? А, никаким разумом, да, что, типа, спокойно селился и жив, и делал чё хочешь? Да, вот такая была раса, да, на которой чё хочешь, то и пиши вообще. Да. Чистый лист. Да, 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 абсолютно. Вот. И, а здесь крестьянин, ну крестьянин не крестьянин, ничего особенного, да? И, кстати, крестьянин в исполнении Даниила Сантоса он, конечно, более разумный и более хитрый. Видите? Человек поселянин. Да, он нормальный поселянин. И жена у него-то не такая же страшилда, как эта Канталисия в желанных силах. Жена у него. Это чтобы для зрителя было оправдание его. Ну да, всё такой роскошный мужик, да, и вот такое вот, да? Ну, только дебил, может, на такой жених. Да, да, да. Ну, он и был, и бил. Ну, я и говорю. Ну, это абсолютно простая душа. От таких простых душ где-то, если доживают до 90 лет, получаются уникальнейшие мудрецы. Ну, короче говоря, нам сделали, вот в желанном теле, такой эксперимент, да, что бывает, когда вот в такую оболочку вселяется сильный дух. Так и получилось. А в чужом теле там, в принципе, такого вот разрыва-то нету, да? Ну да, там такого табулы расы на черешевой исчерканной деловой классно, через трючки такой не было. Теперь смотрите, что касается Исапей. Значит, в чужом теле, в исполнении Ампаро Брисалис, я так понимаю, на стирке тюрьмы. Да. У нас ничего человеческого нет? Нет. Вы знаете, как девушки, Ампаро Брисалис показывает нам не 20-летнюю там девушку, совсем наивную. Её героини не 30 тысяч. Её героини чуть-чуть больше, на 35. Но проблема в том, что она не простолётка какая-то, вот там с деревни вырванная. Нет. Она очень элегантная, очень умная, очень хитрая женщина, у которой любви, что к этому любовнику, что к этому старому дураку, ноль на палочке. То есть там идёт полный расчёт, и вот эта её любовь к этому деревенскому, к этому компенсисту, у неё был шок. Вот у неё просто шок, она никак не может поверить сама себе, что она могла влюбиться в этого вот неотёсанного, считай, пиона. Так он пиона видит? Исабель во втором фильме, она простовата. Ну, у Исабель во втором фильме там рефлексы хоть избавляет. Да, она простая, как топок, и вся на рефлексах, и она не знает, что ей надо. И тут она... У неё даже не хватило духа отравить этого старого хрена, потому что она его в моменте пожалела. Или себя пожалела, или просто смелости не хватило. Та оригинальная Исабель, ампара в Рисалис, она же отчаянная, абсолютно. Ну да. То есть потом... То есть устремлённый снаряд вперёд на танке. Потом, значит, что ещё интересно. Там, когда я читала описание, да, то там же то, что было. Значит, вот эта вот Гаэтана, да, которая во второй жизни, она, в общем-то, вроде бы мошенница, но потом она становится лучшей подругой, помощницей и искренне любит Сальвадора. Здесь она до самого конца, в общем, ну, мошенница и мошенница. И она такие, как Сальвадора, обманывает. Он такой весь вся просвещённый шаман. А Гаэтана, она... В первой части там вообще непонятное, что-то такое сбоку идёт. Ну, мошенница мелкая. Ну, ничего особенного. Она не несёт ключевой роли, так как во втором сериале Гаэтана занимала огромную роль. Не, ну там и сыграно было, насколько. В первом это был такой ноль на балочке. Ну, очень понятно, кто был. А мне хочется спросить, извините, мне хочется спросить, а в оригинале там как «Анфела»? Ты знаешь, честно говоря, я даже не запомнила. Там была девица с любовной ролью такой же, точно так же, влюблённая в сына этой, в нём правительнице, Абигайль. Да. Там не было дворецкого, там вместо дворецкого женщина. Угу. Такая же мерзопакосненькая или как? Да, такая же мерзопакосненькая. Ещё хуже мерзопакосненькая. Хуже Вальтера, да. Она умная, Вальтер глупец. Угу. Там... Они довольно много поменяли, понимаете. Там... Не было вот этих сцен с обстрелом, с перестрелом. Эм... Эм... Если ей забыли, во втором сериале она не готова никого убивать, в том числе и Андреса. Если бы Андреса её не стала терроризировать в этой лодке, то, возможно, она бы её не убила. Ну, как сказать? Ну, ладно. У неё не хватило, понимаешь? Она трусиха. Сколько её не накручивал этот её любимый, у неё всё равно жопы, наверное, не хватало. Не, ну ты посмотри, всё равно, вот меня интересует всё-таки Ампара. Потому что Ампара, она по жизни, в общем, женщина такая, как сказать-то... Вот она себя и играла. Да, женщина-торпеда, в общем-то. Да? Точно так же и здесь. А Санхилой... Да. А Санхилой тут интересно. Тут, значит, по сюжету написано, что она была обручена с Андресом, и когда она узнала, что мачеха и Андрес любовники, она эту помолку развивает. Ну так, как и было во втором. Абсолютно. Во втором там никакой помолки не было. Там были там... И там всякие глазки строил и пытался с ней. Нет, там Олег собирался им помолв. Вот убирался, но не успел. Вовремя не успел. А вы что думаете, Ангела бы пошла на помолвку? В Анкорпет Мбассел. Она же его не любила, явно. Чуть я сомневаюсь. Смотрите, она могла и пойти, если бы отец заставил, то и пришла она к войску. Слушай, там уже речь шла о том, что она готова была бросить силу и уехать в Европу к чёртовой матери. Она даже попыталась, но всё равно вернулась. Ну, она вернулась, потому что старик был, в общем-то, уже наладным дышал. А потому и вернулась. Если там какая-то... Всё равно дочерняя любовь присутствует. В первом варианте дочерней любви было немножко побольше, чем осталось. Но всё равно. В первом сериале она больше любила отца и больше его слушала. Но, тем не менее, любовь с этим сыном домохозяйки там присутствует. Сказать, что этот актёр, который его играл, он что-то из себя представляет. Потому что, с другой стороны, вот я слушаю, как вы говорите про Эль Куэр Плахену, Эль Куэр Петель Десео во многом глубже. Да. То есть, уже даже на сценарном уровне, если отбросить актёров, намного глубже, чем Эль Куэр Плахену. Потому что, Исабель, стерва-стервой, на мой взгляд, это неинтересно. И то, что она единственный раз в жизни дала вслабину, но это много где было. Вот. А это Исабель, которая в Эль Куэр Петель Десео, она... То, что она не способна никого убить, это ведь хорошо. Ну так, она не способна никого убить, тем не менее, она сама по роли, видишь, какая-то... Не пришли к чему-то вообще, она не знает, что она хочет. Это тоже, грубо говоря, какая-то роль ни о чём. Но она потом очень знает, чего хочет, когда добивалась Сальвадора и когда она с ним пошла на смерть. Это всё было чётко. Она хотела, и это был её осознанный выбор. Ну да, потому что машина, врезавшаяся, упавшая в озеро, это, в общем-то, её выбор. А нет, не думала. Её выбор, она руки отпускает и всё. Да-да-да-да, она руки отпускает, вы забыли о присутствии старика в тот момент. Она выбирает смерть, она могла бы жить. Ну и что, она догнала бы их полиции, и что? Она просто понимает, что Сальвадор, её вот именно Сальвадор, он уходит, всё. Да, приступы участились, ну и всё. И поэтому она выбирает смерть. Тут, тут, ребят, знаете что? Тут очень всё неоднозначно, об этом надо говорить отдельно. Финал, конечно, нутривиальный, абсолютно ненавельный, и народ... Я, честно говоря, когда посмотрела, я была вообще ошарашена. Ну что? Что это было? Ведь там же должен быть другой финал. Там, помните, там был финал, когда её арестовывают, её сажают в тюрьму, она беременная, и Сальвадор её потом из тюрьмы забирает, и они живут долго и сейчас. Они ничего этого делать не стали. Потому что это нелогично. Конечно, там ведь изначально было понятно, что хэппи-энда здесь быть не может. Не знаю, как вам, я надеялась на этот хэппи-энд. Надеялась? Очень. Я сейчас в думе не была, блин. Думаешь, я не поняла, может пересмотреть надо что-то там. Вот, а всё-таки в чужом цели? Ну что, вот спасибо этому сериалу за то, что он дал такую замечательную основу для шедевра натурального. Ну это точно. Потому что если бы не это, если бы не Хулио Химена, с которого обуяла жажда мести... Нет. За... 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 Который раз. Который раз, да. Ведь он с тихими водами, он же отомстил. Ага. Ага. Васьонда Гавилайн отомстил прям за всю деревню, я скажу. Смотрите, какой шедевр. Его же крутят, не останавливаясь, по всему миру. Точно так же и желанное тело. Его везде показывают постоянно. Вот в Чили недавно опять прошёл, с очень хорошими рейтингами. Понятно почему? Потому что на уровне всё. А я хочу сказать, вернее спросить, а в Мексике не показывали Аль Куэрпо Дордецелл? Показывали, недавно показывали, несколько месяцев назад. Показывали на Гала ТВ, канал, который транслирует телемонтовские новеллы. Но он телевизор принадлежит. Так вот, рейтинги были, там два часа его показывали, двухчасовой. Значит, у него рейтинги второго часа доходили до одиннадцати. Потому что время было в три часа. Значит, первая часть в час была, а вторая в три. Так вот, трёхчасовой, вот до одиннадцати доходило. Это нечто неслышанное. Ну почему? Меня это не удивляет. Нет, меня тут уже не удивляет. Знаете, вот говорят, что мексиканские зрители, ведь мексиканские теленовеллы, они на фоне всех других латиноамериканских теленовелл, откровенно говоря, самые слабые. Да. И часто приходится слышать о том, что мексиканский зритель просто не готов к неклассическим, нерозовым теленовеллам. Однако вот тот же самый тайный асфальт, который от Ахенда Гавиланов, она ведь очень хорошо началась в Мексике. И то же самое Тверто Бендесил тоже получается, да? Это выходит, что продюсеры мексиканские, они своего зрителя просто недооценят. Да, 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 да. А насчет хищников в Мексике, так их обрезали, во-первых, во-вторых недопоказали. А почему? Потому что просто в это время начиналось море любви, и потом недавно совершенно прошел огонь в трави. Разгромные были рецензии на море, господи, на огонь в травинах, да? Совершенно жуткие вообще комментарии выдавали зрители. Говорили, если бы мы смотрели перед вот этой дрянью, мы смотрели бы хищников, да какой бы рейтинги 30 сделал бы этому дерьму, прости меня? Да, и почему-то мы не говорим о новой шедевре. Ну, очередь придет. Ну, можно пару слов сказать, Лен, тебе вот слово, потому что из нас всех ты его видела. Мне очень нравятся совершенно роскошные контолизии в этих фильмах. Одна контолизия — непонятное, серое и отвратительное существо в первом сериале. Вторая контолизия, которая еще хуже в своей простоте и наивности. Шесть лет не мытая. Да. И третий — кантолиз. Кантолиз — Давид Чакар. Да, который Диего. Это вообще убийство. Этот... Вы знаете, вот он единственный, кому я поверила в этом сериале. Как ни странно, Чакар играет очень хорошо. Что для него вообще удивительно. Пардон. Да, он играет настолько хорошо, что аж странно. И ему веришь, в отличие от этой девчонки, которая никак не входит в роль пожилой женщины, ставшей молодой. Ну, не прет это у нее. Ну, говорят, что она разыгралась-то, в конце концов. Не-е-е. Не, что она разыгралась, я тебя умоляю. Это картонно. Даже вот эта Ванесса Вильела, которая убивала тетку, она и то была более достоверна в тот момент, чем главная героиня, которой ни шарма, ни хрена не осталось. А что, глазки пучит, как здорово. А? Глазки пучит здорово. А, это да. Обратите внимание, когда Педро переселился в крестьянина, что в первом фильме, что в сериале, что во втором. Лоск стал что? Не, ну да, там что? Лоск. Осталось. Изменяли движения. Движения изменились. Все меры вообще были вот эти стариковские замашки. Да. Данила Санкос очень хорошо играл крестьянина, у которого деревенский, он еще здорово, как-то медведущий. А потом он великолепно выправился, и он ходил уже, знаешь, старик-крестьянин. Совершенно разные вещи. Угу. В нем проведился аристократизм души, которая в нем усилилась. Извиняюсь, в этой гидке? Она что, до этого была девка с помойки? Ну, она официант попростая в каком-то придорожном шантане. Да, да, девушка с помойки. Что потом, когда она уже стала богатой леди, то же самое. Тоже, как евреи говорят, то хара, то же дерьмо. Ой, Елена, а вот как насчет Лауры Флорес? Вот знаете, я хочу сказать, что Лаура Флорес, она, мне кажется, она просто не знала, что ей играть. Потому что изначально вот у Моники Сырано у нее не было характера. То есть, когда появлялся на экране Андрес Гарсия, да, сразу было видно там характер вот жесткий, четкий, выстроенный и так далее. А вот эта Моника, она, во-первых, деньги у нее не ее, а ее мужа. То есть, она их не заработала. Она пианистка. То есть, она такое, знаете, вот такое вот летающее в облаках существо, которое вот живет только этими своими клавишами и все. То есть, изначально Федро, он ведь все заработал сам. Ему никто не помогал и так далее. Все он сделал сам. То есть, изначально этот человек обязан, он обязан иметь жесткий, четкий, видный характер. Он обязан, у него должна быть суть. А вот эта Моника, у нее сути нет вообще. То есть, она что-то вот такое вот непонятное, что-то вот такое вялое, ванильное, вот такое вот. Ну, она в духе мексиканских сериалов. Ну, так правильно. А что хотеть? Взять мексиканскую актрису и посадить ее вот в такие вот обстоятельства. Ну, она тебе то и сыграет. Она такая таящая для своего мужа. У нее такая растаявшая душа. Потом детей-то, дочка у нее тоже есть, но это племянница, к которой она тресно так относится. Главурка такая. Что-то такое ванильно-сладкое, вот такое вот, ну непонятно что, ну размазня. И знаете, что меня убивало в этом сериале? Это когда начинали вот этой вот Монике втирать, что муж годится ей в сыновья. Извините, у актеров разница меньше десяти лет. Ну да, какие сыновья? Ну, ее, считай, вообще нет. Ну, после сорока лет рабчество вот такая маленькая, она вообще не чувствуется. И когда ей каждый второе начинает втирать, что муж и ягодит у сыновья. Ну, вообще... Пила. Это такая-такая хрень. Тем более еще Флорес отлично выглядит. Они с пилой. Вообще-то практически ровесники. Но у них разница есть, но она небольшая. И когда начинают ей это втирать. Но знаете, еще вот что убила, это Элена, да? То есть Андрес Вальклэр по Дель Десео, он был человечнее. Потому что, да, он урод, но он любил Изабель. Это было видно. Он ее любил. И никуда от этого не деться. Он ее любил по-уродски. Он ее любил... Вот как-то, ну, как любит голодей, но он ее любил. А эта Элена, она вообще никого не любит. Ей главное ей гнобить тетку. Все. Это Елена. Она мстит. Понимаешь? Она тетке мстит. За что? За все. За все. Абсолютно. Когда она ее убивает, она ей говорит, ты что думала? Я не знаю. Я не отомщу тебе. То есть она мстит за факт существования. Блин, у меня телефон. Нет, тут понимаете, ченьки. Тут, в принципе, нормальная мексиканская вообще злодейка получилась, да? Которая не знает сама, зачем она это все делает. Просто из любви к искусству. Прости, господи. Вот знаете еще, что в этом сериале... Извини. Вот знаете, что в этом сериале еще мне понравилось? Это подруга главной героини Моники Сельва. Вот это была вообще точка. Сельва Нарис, которая играет, да? А вот актрису, кстати, я не знаю. Но это подруга главной героини. Потому что главная героиня там вообще... Ну, она... Ну, я уже описала какая она. То вот эта вот Сельма, она вообще... Это вот была сыграна... Вы знаете, это была сыграна настоящая женская дружба. Угу. То есть, вот очень редко вообще в сериалах встречаются примеры именно дружбы с женой. Потому что в трех случаях из четырех, если подруга, значит, стерва, завидует... Ну, что-то там такое есть. А вот эта вот Сельма, она вот именно подруга. Угу. 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 Она подруга. Она всегда поддержит. Она поможет. Она эту дуру остудит. Она ее удержит от поступка какого-нибудь необдуманного. Она с ней все обговорит. Она по головке погладит. Она ее всегда поймет. В общем, вот этот вот персонаж мне, кстати, очень понравился. Это было действительно круто сделано. Угу. Угу. Ну, вот смотрите, еще и по картинке. Если вот брать картинку, да, то в чужом теле очень мрачное... Вот правильно Елена сказала, да? Что, действительно, когда человек возвращается с того света, как он был... И когда он обнаружит, что его все тут обманули, как он должен себя ощущать? Вот именно мир его глазами. В желанном теле картинка чрезвычайно яркая. Эээ... Да. У меня это на местах. Я бы даже немножко яркость бы приглушила. Потому что костюмы, например, были жуткие. Уй. Это кто же так всех одел? Я вообще не знаю. Убила бы нафиг. Вот. В... В этом... Во втором... Господи. Как ее зовут? Так. Третий-то этот... Не третий. Да. Значит, там как с картинками. Там картинка, знаете, такая вот... Она там до жути. До кошмара. До... Просто вот до невозможности идеальной. Ага. То есть, знаете, вот там... Это гламурный журнал, где идеальные люди бродят по идеальным интерьерам в идеальных фалалетах. То есть у них вообще... Мне создалось ощущение, что идет показ моделей. Короче... Модель... Модель... Модель отглаженная, отутуженная, замазанная. Она боится шагу лишнего сделать, чтобы только вот у нее не съехало платье и прочее. Тут такое все идеальное. Такое прилизанное. Может, как раз какая-то фирма по выпуску гламурной одежды этот сериал испантировала? Нет, потому что... Дело даже не в этом. Просто вот эти вот майамские вот эти вот новеллы, этот стиль такой, да, майамеску так называемый. Это все вот такое. Я почему спросила специально про картинку, потому что они все этим отличаются. Действительно, шаг влево, шаг вправо, платье сбилось. Уж с какой! Ой! Что там играть? Ай, шо вы, ребята! Тут как бы... Тут как бы юбку не помять. Ну да, ну да. В общем, ну конечно... А, ну нет, ну и Изабель в этом МФР под Эльдесео. А диваны такой цыганечки, ну? Ну да. А не, а Ванесса в каких одежках ходила? Девчата, там у них у всех-то такое гардеробство. Я не знаю, с какой распродажей они вообще протаранены. Нет, не скажите. Да что нет? Ну посмотри на Салюадора. Неплохо. Какие-то рубашки на выпуск, мешковидные всю дорогу. Я уж не знаю, там... Вот на него глядячи, только одну роль убрал актер. Потому что глядя на него внешне... Боже мой! Какой там Педро был! Если бы он как бы был Педро, я думаю, он и одевался бы как-то там. Знаешь, но все равно в это принесло бы какой-то стиль все равно в жизни. А он как бы был в мешковидных рубашках. Чего дали надеть тобой это? Потому он в других новеллах сам себе все и покупал, бедняга. Ну почему? Вы зря у него в этом сериале... А, ну белые штанцы, в которых он купался и... Не-не-не! Какие у него пиджаки-костюмы были? Нет, там да, там отормали. Ну что, охренительные костюмы, супер! Особенно мне подкладки нравились. Тем не менее, три четверти сериала он уходил вот в этих вот розовые, зеленые рубашки. А чё надо было демонстрировать то самое Куэрпо? Так там ничего не демонстрируется, в том-то и беда. Лучше без рубашек тогда, да? Нет, там... Варианты все вырезали, вы не обратили внимание? А, кстати, обратите внимание то вот на что. Когда Эль Куэрпо Дель Десео начали снимать... Если, смотрите, в чужом теле там главная женщина, там Ампаро, то когда стали снимать Эль Куэрпо Дель Десео, там же речь-то шла... Сначала было название-то другое. В теле женщины это называлось. И упор должен был быть на кого? На главную героиню. Но когда поняли, кто у них будет играть главную роль, концепция поменялась. Ага. Вот. Да, когда он вклинивается в сериал... Да. И желанное тело у нас стало, в общем, не женское тело, а мужское, наоборот. Потому что, я не знаю, вот в чужом теле там был такой эффект, когда на него все бабы округи вешались? Нет. На Дайве Лос-Антосе. Нет. Там не было такого. А здесь, посмотри, тут на самом деле, вот эта Эль Куэрпо Дель Десео в чистом виде, да? Начиная с этого городочка замечательного, с медсестры этой озабоченной вдовицы. Страстно. В первом сериале народ вешался на нее. Ну, потому что она... Таунс Кантер и Стержень была... Эта женщина, Изабель. Вот она была Стержень Табысый. Все вокруг ее крутилось. И не она добивалась этого шофера, а он ее добивался. Реально. Это Данила вокруг ее только такие узлы выписывал, а он не горит. А хотелось бы узнать, персонаж Педро Сальвадора, он Изабель так и не полюбил снова? То есть он ее тупо мстил? В первом фильме да. Не полюбил? Неа. В первом фильме он ее уделал в итоге. То есть там чистой воды мщение. Там настолько... У него когда он... Смотрите, если во втором сериале он преодолел внутреннее, он стал другим, другой личностью, он преодолел вот этот раздрайв мозга от события, то в первом он не смог. Он не смог. Вот у него, как ты говоришь, взрыв на макаронной фабрики произошел в мозгашке и все. И мозги сошлись в клеточку и больше там ничего не осталось. Одна эмоция. Ради нее он на все шел. Он там даже... Он там даже дочку не любит. Ну не до того ему. Он пришел в этот мир с одной целью отомстить и все. Да. Он там даже дочку не любит. У него две ненависти. Вернее, одна волоскутная с двумя концами. Это Изабель и Андрес. И вот он все того гуринистит. И когда ему нужно использовать этого шамана, чтобы притянуть к себе эту Изабель, да? И... Как это... Приворить... Приворожить. Приворожить. Приворожить, да. Он же не отказывается. Он идет. Он делает это в то время, как Сальвадор Сиринцев в втором фильме он этого не делает. Но он туда... Во втором фильме он приходит для чего? Для того, чтобы исправить то, что наделал в той жизни. Да. Ему дается шанс такой. Да. А он приходит... Он такой весь прекраснодушный. Он же всех любит. Ааа... Моя жена! Как же? Ой, как она там без меня? А когда он приходит... Он так ушел. Он так и был. Он любил эту жену до того, как он умер. Он ей верил от и до. И Андресу не верил. В первом сериале старик ей не верил. Уже, когда дело шло к концу его жизни, старик перестал ей верить. Он не был... Он ничего не мог. Возможно... Он там циник, да? А? Он там циник больше, чем романтик. Да, он там циник больше, да. Да. У него там это вот цинизма. Он с таким удовольствием в конце ее уничтожает. И так... Это видно. Вот это он хорошо сыграл. Это видно, как он ее уделал. Не, ну там есть кое-какие преликты в том первом сериале. Нет, хорошо бы посмотреть, конечно, но... Несбыточные мечты нигде найти. Не живете в Израиле? Не можете посмотреть. Нет, знаете, вот ты сейчас рассказала, да, про то, что там как-то вот все мрачно очень. Он мрачный? Он точно такой же мрачный сериал, как «Тихие воды». Угу. Ну, тут как-то вот эта вот главная пара, она работает на самоуничтожение. Да. То есть вот в Эльпуэльпу дель Десео не было такого ощущения, что они хотят друг друга уничтожить. То есть Педро, когда все понял, он, конечно, хотел уничтожить Изабель, но он любовь свою к ней так и не смог преодолеть. И он, кстати, в конце концов сдался своей идеей ее уничтожить. Потому что понял, что он этого не сможет сделать, потому что он ее любит. Там в Эльпуэльпу дель Десео, там же еще очень интересная вещь. Он же практически всем дает то, что со всеми поступает так, как они поступили с ним. Единственное, что он не смог вообще довести свой план до конца именно с ним. Да, потому что он ее любит, он никуда не может деться от этой любви. И это очень хорошо было сыграно. Там сыграно было, там и любовь, и ненависть, и желание, и презрение, там чего только не было. Там вообще действительно бездна такая была адская. Ну да, это Изабель, это женщина его жизни. То есть это вот, знаете, это вот без всякой там романтики, без всякого привлечения, это женщина жизни. Она все. Она все заняла, все его место, все пространство. То есть какая бы она ни была, то есть он до последних мгновений думал, что она его убила. Ну да. Он все равно ее любил, и он ничего с этим поделать не мог. А вот Энквер Пуахену как-то вот, знаете, ну мстит, мстит, но это все как-то вот так вернулся, грубо говоря, дьявол из ада. И давай всех вот. Ну точно. В общем, он и был дьяволом в некотором плане. Он, когда он понял, он вернулся почему? Он вернулся, чтобы снова взять власть в руки, и снова стать владельцем всего того, что добился. В первой части он не был розовым мальчиком, который о чем-то мечтал, но вот чистоты души не было. Да там надо физиономию посмотреть. Там, в общем, на лице крупными буквами написано, что-то хищник. Да, Данила, кстати, очень хорошо играет вот такого вот Пукиного сына, который понимает, что с ним произошло, когда он понял, когда Педро и Хосе в теле вот этого Данилы понял, что произошло, он же не был в таком ужасе, как во втором сериале. Не было такого ужаса. Это не я. Да, ему было страшно, но не до такой степени вот глобального вот такого ужаса, как во втором, что он там это с ума сходит, не было тут такого. Он достаточно спокойно это воспринял. Он достаточно спокойно ушел из деревни без всяких дураков. Он точно знал, чего он хочет. Вот в чем дело. Не, ну вот если, да, в желанном теле он просто хотел уйти, он хотел домой, элементарно. От этих чужих странных людей. Понятно. Представьте, какими вопросами. Кто открыл Америку? Он же дурак совсем, да? Помнишь, как он говорит? Христофор Колумб. А ты сейчас по-римски? Что же он в празднике? Что вообще? Как ты по-празднике читаешь? Ну да, и по-английски, и по-италийски. А что? Что такое? Ну да, а что я вот в колледже в таком-то учился. Что привязались-то? Ну да, в первой части такого не было. Он гораздо более спокойный. У меня, например, вообще создалось впечатление, что переход в первой части с тела в тело был целенаправленный. То есть случайно? Не случайно, да? Не случайно. То есть не было вот такой вот артиллерийской подготовки в виде слов там каких-то, да? Там вон, там кристалли. Это было. Это было. Но это было под управлением шамана, извините. Ага. Это было целенаправленное переселение. Ясно. Ясно. Вот. Во втором фильме это чисто спонтанно. Все эти сны и подготовки, это польские души. Уже без познания. Душа заранее искала куда бы ей вселиться. Да. А в этом варианте очень направленное, очень четко было. Он не хотел, он не хотел уходить. Он понимал, что он больной, но он не хотел уходить. И он искал как вернуться. Это разница, это дает большую разницу в восприятии человека. Он надеялся вернуться в мир и опять стать вот тем, кем он был. И иметь в молодом теле вот эту вот замечательную женщину, которую он любит. И он уважняется в этот мир. И что он слышит? Эта замечательная женщина его убила нахрен. Ну, естественно, у него темное все на душе сразу. Естественно, чистой воды. И не медь. Ну, знаете, у меня создалось впечатление. Опять прерывая. У меня создалось впечатление, что Педро, он ненавидел Изабель даже не за то, что она его убила, а в первую очередь за то, что изменяла. Нет. Он, во всяком случае во втором, он же был импотент. Он прекрасно знал во втором сериале Педро Холсе знал, что она ему изменяет. Ну, не знаю, знал он там, не знал, но дело в том, что он не ожидал все равно такого разворота. Да, он не знал, с кем она ему изменяет. Елена, смотри, когда он, помнишь, в госпиталь, помнишь, он приехал? Помню. И видит, когда Андрес и Сапель целуются. Помнишь его лицо? Он для себя открыл нечто такое, что его просто по голове ударило дубиной. Я же говорю, он знал, что она ему изменяет, он просто не знал с кем. Я бы не сказала, что он был готов к ее измене. Он просто все равно, он ее очень... Мужчина никогда не был готов к измене увидеть ее. Если только он не свингит. Нет, он всякая разная. Мне просто, я здесь не очень согласна. Мне кажется, он вообще, он ее считал идеальной женщиной, которая не способна вот на такие вещи. И поэтому для него первое разочарование, когда он видит этот поцелуй, а второе уже не разочарование, а просто крушение всего, когда он слышит этот жуткий разговор. Привляет эти, понятно, или нет? Когда он слышит этот жуткий разговор, посмотри. И после этого, что он в баре в этом выделывает, он эту женщину, которая ему на минуту, кажется, похожа на Сапель, он ее чуть не убивает. Хорошо, что его вовремя оттянули. Это точно. А вот хотелось бы узнать, Венкуэр Плахена, он как, не был у него такой жуткой реакции? Нет, у него не было такого бешеного этого. Нет, нет. Ну, в общем, Энкуэр Плахена, конечно, может сериал хороший и все такое прочее. Он хороший, но он не дает столько пищи для размышления. Да, потому что после желанного тела, я помню, такие в интернете дискуссии шли, вау. Да, все, дебаты в этом, по поводу НК, по, это, Дель Десео, дебаты на форуме такая, они цитировались по всему интернету. И даже я перенесла на Марию, там где-то они у нас есть, закрытые. Ну, все, ну... А я читала как раз американский форум, да, на Вельмейт, и там народ это дело с упоением обсуждал, говорит, боже, это шедевр! Ну, это шедевр! Потому что один из самых лучших сериалов, наверное, который я когда-либо видела. А видела я не так уж и, в принципе... Не так уж и мало, будем так сказать. Вот. Ну, да, это шедевр! И я не думаю, что актеры, которые снимали шедевры, могут когда-то до этого уровня дойти. Все! Причем? Все! Ну, да, звезды, конечно, сошлись тут. Хотя, в принципе, ну, как сказать? При наличии хорошего материала, может быть, и Мара что-то такое и выдаст. Потому что он, конечно... А что? Предательство разве он хуже сыграл? Хуже. Ну, хуже. Хуже. Кому как? Хуже. Я тебе говорю, хуже. А уровень был не тот. Не было такого выкладывания, как... Уровень сценарный был не тот. Потому что, конечно, изувечили все, что могли. Хотя, в общем, начало было очень хорошее. Но дело не в этом, ладно. Я хочу сказать о том, что, на самом деле, вот... Спасибо Хименесу за то, что он, в общем, создает вот такие вот вещи. За то, что он, в общем, создает вот такие вот вещи. За то, что он реально нетривиальные. Очень нетривиальные. Он, в принципе, очень хороший писатель, как таковой. И Иван Мартинес, который адаптировал этот вот его сценарий в Эль-Куэр под Эль-Десе, он, в принципе, тоже приложил тут руки. Потому что вот такую глубину придать вот этому сюжету, это, в общем, конечно, тоже дорогого стоит. Да. Он так все это сделает. Меня интересует вот третий, третий вариант, потому что, на мой взгляд, все эти криминальные разборки, все эти... Ну, как это называется там, нарко... 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 Зачем это? Зачем? Когда у тебя... Они пустоту заполняли, потому что они понимали... Эта ведь девушка, да, которая... Адриана, вот... Исполнительность там вот этого... Мария Лисакомарова. Да, да, да. Она изначально... Было понятно, что она не способна отыграть даже наполовину вот всю эту эмоцию. Потому что... Вот мы сейчас говорили, да, о том, какой у Педро Хосе Доноса был шок, когда он проснулся в чужом теле. Это был шок дикий. Это был удар по башке. Это был просто разнос головы. Но... Просто вот у этого Педро у него... У него был стержень, который позволил ему не сломаться даже. Вот. А вот это вот... Когда Моника просыпается в теле Адрианы, у меня не создалось впечатление, что вот у девушки действительно... Вот не было сыграно вот этот вот дикий ужас. Это вот... Что я? Где я? И это вот... Мария Элиса, она не смогла сыграть 50-летнюю женщину. То есть смотришь на неё, ну девчонка-девчонка вообще. Ну да. Никуда не деться. Вот. Они заполняли вот этими наркоманскими вот какими-то преступлениями. Они заполняли пустоту. Актеры ничего не смогли сыграть. Потому что тот же самый Херардо этот, да? То есть когда смотришь в Эльфайку Тередесео на Изабель, понимаешь, что это вот ради такой женщины действительно можно пойти на всё. Потому что это действительно, это женщина. Она вот... Она абсолютная, она стопроцентная женщина во всём. То есть это вот... Это Ева. Ева для Адамова. И поэтому вот что Андрес, что Педро, они единожды вот в эту женщину влипнув, они от неё так и не смогли отойти. А вот в Эно Трапьель этот Херардо, смотришь на неё, ну не смотришь на него, но вот что в нём такого, что Моника вот так из-за него и Елена так из-за него. Ну ничего в нём нет. Он пустой. Он как вот шлакончик. Ничего в нём нет. Ну, Пила, он может, как это называется, смылился. Потому что он из сериала в сериал, без практически перерыва всякого. И я вообще даже сомневаюсь, что он сценарий-то как-то заучил. Потому что... Ну, в общем, короче, ходульный. А зачем ему включить сценарий, если у него супер есть? Ну, так оно и видно. Морда у него вообще невыразительная какая-то. Ну, после пластических операций с нижней челюстью, морда у него стала невыразительной, да. Там не челюсть, там чемодан, прости меня, господи. Ну ладно, это не... Да. К делу не относятся, но просто, извините, ребята, Телемундовское начальство совершенно сглузу съехало, потому что одни и те же рожи на протяжении нескольких лет. Ребят, сколько можно? И что вы хотите у вас... И каких рейтингов вы, собственно, хотите? А рейтинги были вообще, мягко говоря, не... Слушай, Телемундов выкинула всех высокооплачиваемых актеров. Ну да. И выкинула с тех пор, как туда переехал этот птиц из телевиза. Этого типа из телевиза уже убрали, Романа. Ну убрали, слава богу, но политика осталась. Он им весь сенокоз завалил. Да? И они что делают? Они берут, короче, вот этих сбитых летчиков с телевизы. Натурально. И начинают их снимать. Причем дают им такие гонорары. Ребят, я не понимаю. Ты не понимаешь, они понимают у них. Хотя, в принципе, Мария Элиса, она, по-моему, она из Эквадора, но это ее не украшает, потому что играет она обратительно. Короче говоря, как то из сказки. Первая часть – трагедия, вторая часть – трагикомедия, а третья часть – вообще непонятный фарс. Фарс, натуральный фарс. Ну вот, в принципе, я думаю, что как бы первую часть можно и заканчивать. Нет, вот знаете, еще хотелось бы чем закончить, да, эту первую часть. Это вот Вана Трапьель, там чем гламурнее картинка, чем она идеальнее, чем она красивее, да, она прикрывает именно беспомощность актерскую. Потому что, если бы актеры могли сыграть, вот действительно затронуть душу зрителя, то не было бы, не было бы просто надобности вот в этом, во всем идеальном гламурном, потому что гламур, он прикрывает просто тут. Им нечего показать, нечего зацепить зрителя, им нечем. И поэтому они вот гламур, наркотики там по десятому разу подряд и так далее. Потому что у них не получилось ни одного характера, вот за исключением Сельмы, подруги Моники. Вот это действительно был, это был характер. Сыгран, это была сыгран настоящая преданная женская труппа. А все остальное, ну, пустота абсолютная, пустота. Вот знаете, насчет Энкверпа Ахена, почему вот не было успеха и не было, как мне кажется, зрительского ажиотажа, потому что Энкверпа Ахена, там вот делался упор именно на то, что у главного героя, у него абсолютно нет чувств. То есть он вот чисто по-человечески, он, ну, он вызывает какое-то отторжение, потому что он робот, который выполняет свою миссию. Вот действительно дьявол вырвался из ада. У дьявола нет чувств вообще, он просто выполняет свою миссию. В Элькверто Дель Десео главный герой, он все равно, он даже когда мстит, он остается человеком. То есть мы когда смотрим на него, мы его понимаем, мы ему сочувствуем, а исполнителю, а вот главному герою Энкверпа Ахена ему невозможно сочувствовать, потому что у него в нем ничего человеческого-то не осталось. Ну, функция такая, да. Да-да-да, вот. И, конечно, была такая идея, понятно, то есть Хеменец вот показал, что вот был дан второй шанс, а лучше бы не давали. Это точно. И действительно, и вот это вот было показано, но просто такая, вот именно такая сторона данной истории, она не пользовалась успехом, потому что зрителю не было за что зацепить. там и заканчивается эта фраза, что хорошо все-таки в своем собственном теле жить, когда душа возвращается в тело крестьянина, ну, нормального, да, и вот такой вот финал, типа, и ради чего было огород городить, да, и шуток. Да. А тут такого нету во второй части. Он просто, он был настолько глуп, или не настолько пуст и чист, что на него даже это приключение не повлияло. Он просто забыл. Да. А, кстати, Инкор Пахена чем кончилось-то? Вот все, возвращение к теле, своей семье, все как полагается. А Изабель? Она погибла. Так же? Да. Угу. И, значит, Педро Хосе, они, значит, отправили с ним вдвоем в ад, чтобы он продолжал ее мучить дальше. Ну, я не знаю, в ад или куда, но во всяком случае, да. То есть, когда Фолькмар под Эльдеселл они умирали, у меня создалось впечатление, что они уходят куда-то там вот в лучшую жизнь, где будут продолжать любить друг друга. Вместе. Они вместе. Да, да, да. Абсолютно вместе. Такое единение абсолютно совершенное. То есть, Изабель, она от всего избавилась, вот от того, что ей мешало жить. И она уходила чистой, абсолютно вот чистой душой. Спокойной она уходила. Да, да, да. То есть, она знала, чего хочет. Да, у нее такой покой, вот именно состояние покоя. Все. Теперь вот этого ужаса не будет, вот этого земного, да. Она успокоилась абсолютно и все. И души соединились, и свет пошел. Сияние какое-то. Да, наверное, так и есть. А то, значит, они отправились мучить друг друга дальше. Ага. Вот поэтому зритель-то и не принял. Наверное. В католической по стране, если прочим. Обратите внимание. Да. Вот, кстати, да. Может быть, еще поэтому успеха не было, что для католиков это темочка такая очень скользкая. Весьма скользкая, хотя католики тоже признают возможность, ага, возможно, не интернации, а второго рождения. Понимаешь, в чем дело? Я понимаю. Когда показывали вторую жизнь в Америке, да. И очень многие писали о том, что при первом показе католическая церковь очень внимательно отслеживала сериал, потому что прихожане захлеб это дело обсуждали. И говорят, что даже вот этот конец, да, он был по состоянии именно католической церкви, что нельзя злодеям, именно Исабель они имели в виду, она же убийца, в общем-то, да, она Андреса убила, нельзя ей было давать счастье в конце сериала. Ну, это только такие вот слухи, я не знаю, правда или неправда, но, в общем, интересная история. Но это такой схематичный подход, что Изабель злодейка. Ну, да, но формально чисто, да, она его убила. У нее были намерены убить мужа, она убила Андреса. Это уже второй вопрос, как это все было. Вот, но тем не менее. Ну, во всяком случае, действительно, первый сериал, он наверняка, в общем-то, не прозвучал, потому что скользкая тема, потому что актеры не дотянули, и потому что идея сама, да, она была изувечена вот этим вот исполнением. И плюс, чем это все кончается? Да ни с чем, в сущности. Ну, да, ну, он там спил, ну, все, ну, она погибла. И что? Ну, а? Света нет? Нет. Все, темнота. Да? Он из темноты пришел, он в темноте это все прожил, он в темноту ушел и еще и забыл за собой волок. Туда же, да, туда же и ушел, конечно. Это знаешь, как эти китайские демоны, вот они такие вещи делают по ночам. Ну, да, пришел, нагадил и все. Тут не нагадил, если нагадил, нагадил так-то, прикидил житейское. Это все плюнуть, да? Ага. Тут он по-крупному, он душу чужую бессмертную погубил. Ну, да. А вот интересно. Я думаю, все вы сказали, что имели на душе. Да-да-да, я хотела сказать в «Анотропье», то есть все-таки сериал еще не закончился, и мне вот непонятно, как они это все вывернут в конце концов, потому что такое болото пришли. Вы знаете, к тому времени, когда мы будем записывать об этом сериале, он уже закончится. Он скоро должен кончиться? Нет, я просто думаю, что они там поубиваются и нафиг. Ну, должны, по идее. Предлагаю взорвать нафиг дом. Минометный обстрел, наркомафия и все дела. Никаких проблем. Со скребут ошметки делать, и все, сериал закончится. Этот Ферарду, конечно, пустой, вообще непонятно, почему из-за него такой огород. Он красивый. И чего? Мало красивых мужиков. Он был, ну, красивый, не понимаешь ничего. Нет-нет-нет, я не понимаю, честно, потому что он… Ну, вот не понимаю, то есть тут, если разбивать по ролям, да, вот эта вот Мария Алиса, она не справилась со своей ролью 50-летней женщины, потому что смотришь на нее, а она ей не 50. Вот. Этот Ферарду, там непонятно, почему из-за него такой огород развернули. Потому что, ну, не стоит этот мужик даже одной десятой доли таких усилий. Это Елена, там мастероподобная злодейка. Ненавижу за то, что ты есть. Это идиотист полный, потому что она ведь не только Монику убила, она ведь ее первого мужа тоже убила. Ой, какая классная женщина. Во-во-во! Причем она его убила, потому что они, видите ли, были любовниками, но он любил Монику, а это было так, в постели позабавиться. И она его убила. Да, да, до постели. Он и убил, правильно делал. Да, да. Да, да. Так все нормально. Мы не переживаем с ребенком-то. Нормальная мексиканщина? Что вы хотите? Что так? А что такого? Там еще зачем-то ввели этого брата-близнеца умершего мужа, который эту Монику тоже любит. Вот еще. Да, ну, накрутили, навертили. Ну, действительно, им надо было чем-то прикрывать свою постельку. И все. Ну, да, да, да. Короче, я так понимаю, что про Эно Трупиель мы будем разговаривать именно в таком ключе. Слушай, нафига вы это все затевали, ребята? Нет, я... Они это все затевали, действительно. Извини. Они это все затевали для того, чтобы на весь сериал один хороший персонаж – это Сельма, подруга Моники. Тут, да, тут вот, знаете, тут вот пять с плюсом за все. А зачем брать такой шедевральный сериал, который вы, ну, не переплюнете заведомо? Зачем его портить? Вот зачем они сейчас будут снимать эту самую «Землю Рейса», да? Вот зачем они будут переснимать «Фихтик»? Вы объясните? А чего им снимать там? А чего им снимать? Ну, берите аргентинские, берите бразильские, делайте ремейки. Хотя с клоном вон у них как хорошо получилось. А может, они тратиться не хотят. А тут свое. А тут свое. Можно бабки там, я не знаю, в интерьер вложить. Ребят, а вам не кажется, что это чисто отмывание бабла? Нет. Вот кроме отмывания бабла, это еще реклама. Ребята, это место, площадка для рекламы. Вы что, забыли? А, я помню, как у наследника Тойоту и так покажут. Ты сяк покажут. Ну что вы, правда, как дети малые? Это все реклама, реклама. То есть, я так понимаю, это по Жванецкому какая к черту вообще вам разница, какого вкуса борщ, это такие дела на кухне, да? Да. Абсолютно неважно, что там идет. Идет реклама, перемежаемая кусочками сериала. Все. Ну да. Ну да, ну да. Как оно и лезет. А где она поставит рекламу? Грустно же это. Грустно, селя Ви. Либо селя Ви, либо селя Ва. Ну, в данном случае селя Нас. Потому что смотреть это нельзя. Не, ну почему? Есть же любители красивых интерьеров, красивых манекенов, которые по этому интерьеру ходят. А есть просто тупо, кто предыдущие версии не видел? Они снимают эти фильмы и сериалы для тех, кто не видел нормальных серий. А вы еще вернетесь к российскому производству. Ой, нет. Я тебя умоляю. А между прочим, обещали из российников, пересняла от России. Вы в курсе? Нет. Ага. И вторую жизнь мы пересняла от России. Друзья, я это прочитала. Здрасте. На Фейсбуке было. Ты издеваешься. О, Господи. Нет. И кто у нас вроде желанного тела выступит в желанной тушке? Или без рук. По рейтингам. Шот. Мужику 50 лет. Какое желанное тело. Какое желанное тело? У него там в руках уже на коленце крестит. Лен, ты не помнишь, какой датой это было статья? Может, 1 апреля? Нет. Это вот в Лексике, когда День голубок, да, когда они всех прикалывают. Боже. Ореченков желан. Если он желанное тело, то я даже не испанский летчик. Я даже не знаю, кто я такой. Я таиландский рикша. Так, так, так. А Изабелли там кто? Изабелли, они пока дергаются, не знаю кто. Я предлагаю. Я предлагаю в качестве Изабелли, знаете, как у нас там это... Здесь такая актрисулька. Блин. Говори, что Изабелли будет играть Лолита. Она собиралась фонсировать этот сериал. Я не могу больше. Нет, тогда желанным телом должен быть цехало. Господи. Такое тело пожелает каждое, я чувствую. Почему тебе его тельце не нравится? Ну что такое? Глупый пингвин робко прячет. Тело жирное. Будьте. Боже. Боже. Это антисемитизм. Это антисемитизм. Это антицеллюлитизм. Ой, ладно, девушки. Все. На этой жуткой ноте заканчиваем. А по Энкорпу Ахэну надо подвести итог. Да. Какой это сериал? Давайте выскажем. Ну, что я думаю. Сериал хороший, да? И если бы не было вот этого ремейка супер успешного, супер удачного, супер шедеврального, то Энкорпу Ахэну, может быть, считался бы, наверное, очень хорошим сериалом. Скажем так. Это чтобы для зрителя было оправдание его... Все белые места. Да. Уже примерно. Спасибо за просмотр. Вы Maskый человек является? Виномершает, какую-то нажимаю. Этитию.